Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова здесь со мной. Нашли свое драгоценное время и решили потратить его для того, чтобы посмотреть очередной ролик, который для вас приготовил. Это так приятно, я вам предать не могу. Вы неймоверни. Невероятные. Спасибо каждому. Во-первых, хочу еще раз сказать огромную благодарность всем участникам, которые подключались ко мне на стрим в воскресенье. Кстати, хочу сказать, что многие, кто не приходит на стрим в воскресенье, да, я уже, как видите, традицию такую завел, по воскресеньям проводить стримы вы очень много пропускаете. Но опять же, я никого не агитирую, не заставляю, но у нас была первая такая трансляция совместная, куда я мог подключить людей, которые меня смотрят. Было несколько человек, было пять девушек замечательных, которым я очень благодарен за то, что они показали пример всем остальным, что можно не бояться, не стесняться, подключаться. Все красотки, все молодцы. Я очень рад, честно, искренне. Собственно, я надеюсь, что остальные также смогут смело присоединяться. У меня вообще возникла такая интересная идея по этому поводу. Вот сейчас, особенно вот я и многие люди в Украине, которые не могут путешествовать, да. И у меня вот, собственно, родилась идея, а не сделать ли нам такое путешествие по разным городам и странам мира. Собственно, что я имею в виду? Многие из вас живут в разных странах, в разных городах. Если вы, допустим, стесняетесь подключаться, показывать себя и разговаривать, да, вы можете просто подключиться, показать красивое место. Меня же смотрят с разных уголков мира, это было бы очень круто. Я понимаю, что со временем сложно угадать, поскольку везде разные часовые пояса. Но те, кто смогут. По крайней мере, я хоть мысленно, но не мысленно, а вот так вот виртуально попутешествую вместе с вами. Как вам такая идея? Мне кажется, очень круто. Было бы интересно каждому. Одно дело просто смотреть на камин, и я отвечаю на вопросы. А когда уже идет такое живое общение, путешествие, мне кажется, это намного интереснее. Я понимаю, что, конечно, не всем это понравится. Обязательно найдутся люди, которым это не зайдет. Это тоже нормально, ничего страшного нет. Но в целом, мне кажется, идея неплохая. Поэтому в это воскресенье я надеюсь, что все будет хорошо. Я знаю, что будет все хорошо. Я снова проведу совместный стрим. Друзья, приходите в воскресенье. Хотя бы ненадолго подключайтесь, покажите красивый уголок нашей замечательной планеты. Я хоть посмотрю через экран вашего телефона, как это все выглядит своими глазами. Устройте мне путешествие. Я буду искренне вам благодарен. Ну и, собственно, жду ваших комментариев по этому поводу. Да, конечно, первая трансляция поначалу не совсем удачно началась, потому что Женя, как всегда, из джунглей вышел. Я такой, маугли в этой всей технике. Я уже тысячу раз говорил. Я не сразу разобрался, как что там нажимать, как это все работает. Со звуком пока я вник, чтобы не было вот этого опоздания. Но ничего, потом уже мы так разошлись, и было прям круто. Поэтому, девушки, все, кто были в воскресном стриме со мной, вы наимовернее. Дякую вам. И всех остальных я также жду. У вас есть возможность прийти и задать какие-то вопросы, пообщаться, почувствовать себя в роли блогера. Открытый микрофон, открытая камера. Все для вас, дорогие подписчики. Мне ничего не жалко. Поделюсь с вами славой, так сказать. Получите удовольствие, почувствуйте себя на месте всех блогеров. Может вам понравиться. В любом случае, мне кажется, милые душевные беседы из жизни обычных простых людей намного интереснее, чем вот эти все звезды, от которых местами уже подташнивают. Но то такое. Сейчас вот сижу, записываю ролик, закончу и побегу. Знаете куда? У меня сегодня коронация. Помните, да? Да, сегодня настал тот самый день, когда меня коронуют. Надеюсь, что сильно меня долго пытать не будут. Об этом я уже расскажу завтра, как это все произойдет. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Мне главное, чтобы это было недолго, вот честно. Что еще сказать? А, хозяйка приходила за деньгами, я отдал деньги, еще раз спросил, уточнил момент касательно вот этого объявления непонятного. Но она мне, собственно, подтвердила все то, что я и предполагал. Она говорит, не, не переживайте, я вообще, смысл мне, типа, какая причина мне вас выселять? Ради чего? Ради тысячи гривен, говорит. Ну, это, типа, смешно вообще, поэтому нет. У нас, говорит, с вами договор до мая месяца. Потом, если вы не захотите уезжать, то мы его продлим и там, в общем, все решим, обсудим. Поэтому, собственно, я выдохнул в очередной раз. Я, в принципе, предполагал, что это какая-то ерунда, это риелторы что-то там промышляют. Собственно, как я и говорил, это такая завлекаловка на дешевую цену для того, чтобы потом начинать впаривать уже что-то дороже. Но, по крайней мере, знаете как? Видимо, это работает. Я и сам на это неоднократно попадался. Поэтому с этим моментом решено. Со стримом закончил. С квартирой пока что рассчитался. Слушайте, я тут, кстати, перед тем, как приходила хозяйка, как всегда, марафет наводил, золушку включил режим на максимум. Я так мыл пол, я не знаю, как я этот пол натирал, но у меня в итоге такой мозоль на пальце. Сейчас многие напишут, о, так ты белоручка, наверное, швабру там берешь раз в три года. Нет, на самом деле, я регулярно и пылесошую мою, я не могу понять, почему я себе такой мозоль на пальце натер от этой швабры. Вот это было, конечно, для меня неожиданно. Но это такое, как говорится, до свадьбы доживешься, нормально будет. А, еще по поводу погоды, я сегодня ничего не говорил, потому что вроде как потеплело и какая-то вот эта серость вернулась. Ай, не люблю я. Но ничего, мы будем вместо солнца заряжать друг друга энергией, дарить лучи света и все будет супер. Что еще хотел сказать? А, я же еще хотел вам рассказать, знаете что? Я же вот это на выходных вышел в люди ненадолго. И мы зашли в одно заведение, в общем, сидели там. А я же как всегда вот это сижу, наблюдаю, мне же нужно что-то рассказать. И как назло особо не за что и зацепиться. Ну я так, знаете, уже отвлекся, думаю, ладно, бог его, бог с ним. И дальше себе сижу, вникаю, ну там сидели, общались, разговаривали. И тут в какой-то момент зашла одна пара, которая сразу мне бросилась в глаза. Объясню сейчас почему. Вот я просто мысленно себя представил на месте того мужика, который вот был со своей девушкой. Я вам так скажу. Картина лично меня не очень порадовала. Почему? Потому что, ну я не знаю, ему, наверное, 45-47 вот так где-то в таком диапазоне. А ей, я надеюсь, что хотя бы 18 есть. Ну прям вообще вот этот детский личик. Я вообще подумал, что это папа с дочерью пришел. Но потом, судя по тому, как он ее обхаживает, я понял, что это не дочь вовсе. Я понимаю, что любви все возрасты покорны, разница. Я, в принципе, с пониманием к этому отношусь. И я никого не осуждаю, если у людей там какая-то любовь. А в этом случае обязательно любовь. Там по-любому все по любви. Это 100%. Здесь мы это все берем в скобочки. Ну вы поняли, да, о чем? Ну понятно, что богатый дядька нашел себе молодую девочку. Я искренне надеюсь, что ей хотя бы 18 есть. Потому что вот выглядела она где-то лет так на 16-17. Ну короче, картина со стороны, конечно, вообще не очень. Лично для меня. Почему? Потому что вот меня это на что-то, на какие-то дурные мысли. Ну вот знаете, как будто вот этот... Ну как они называются? Не могу произнести это слово здесь. На букву П, да? И на букву И заканчивается. Пи, до, и, ну и вы поняли, да? Те самые, которые любят очень детей. Вот примерно у меня такая картинка сложилась. Да, я понимаю, что там уже как бы не ребенок. Но все равно, вот честно. Ну как-то мне было неприятно с такой парой наблюдать. Но я, если честно, и не планировал. Просто они зашли. И они такие яркие были в том плане, что такой контраст между ними был. И это явно бросалось в глаза. Да, опять же хочу подчеркнуть, я никого не осуждаю. Я понимаю, что многие хотят как-то выжить удачно. Там выйти замуж, понятное дело. Кто-то по любви, кто-то ради какой-то корысти. Это не мое дело. Как хотите, так живите эти. Это чисто мои наблюдения. То, как я это увидел. Я, в принципе, как бы нормально отношусь, да? Вот, допустим, Мадонна там и ее бойфренд, которому там 27. Но здесь я как-то по-другому на это смотрю. Хотя другие сейчас тоже напишут. Ну, в смысле, бабка с внуком, да? Как многие писали. Ну, может, и бабка с внуком. Но вот когда я вижу там, образно говоря, Мадонну с молодым парнем, опять же, не 18-летним. Ему там 25 или 26. Это уже немножко другая реакция у меня. А тут прям я вот серьезно смотрел на эту девочку. Мне прям хотелось подойти и спросить, тебе вообще есть 18, нет? Ну, в общем, такое. Или вот, допустим, Пенсан Кассель, да? Со своей молодой девушкой. Они тоже по-другому смотрятся. Вот ты смотришь на них, и как-то все это гармонично. Здесь вот я увидел какого-то конкретного дядьку, который себе этот сказать так... Ну, ладно, буду циником. Купил себе любовь. В виде молодой этой, скорее всего, несовершеннолетней девушки. Девочки, девушки, не знаю, как правильно назвать. Вот так вот, друзья. Мне это не понравилось. Я так и на минуту представил. А вот если меня там, знаете, под полтинник унесет, и я так захочу тоже. Я вот увидел эту картину со стороны и понял, что не, не, как там говорят, сейчас это кринж полный. Зачем? Я надеюсь, что со мной такого не произойдет. Я понимаю, что от любви крыша может съехать, и ты не всегда можешь контролировать себя, и хочешь просто вот плевать на все и идти. Но, не знаю, мне кажется, что в нашем возрасте, в нашем это в каком, сейчас я сказал, да? Может, тут я совсем не... Ой, опять я что-то не то несу. Короче, мне кажется, что взрослые люди, они должны немножко иногда думать, наверное, да? Ну, или не должны. Я знаю, что слово «должны» никто не любит. Но мне так казалось, что обычно взрослые люди обдумывают какие-то свои поступки, но не всегда. В любом случае, если им хорошо, совет для любовь, пусть будут счастливы. Но я эту картину, наверное, не случайно увидел, честно. Я, наверное, все-таки понимаю, что нет. Ну, вот такие молодые, это точно вообще не мой вариант, потому что... Не из-за того, что я там буду как-то на фоне их смотреться в виде папы, а потому что вот, ну, как-то это не так, что ли. Это не для меня, вот так я это скажу. Вот такое было у меня сегодня вступление. Жду ваших комментариев по поводу стрима, друзья. Давайте все-таки более активно к этому подходить. И я знаю, что вы меня смотрите из разных городов и стран. Я буду вам искренне благодарен, если вы примете мою инициативу по поводу виртуального путешествия. Пусть там ненадолго, вы там на минутку, на две подключитесь, там, не знаю, из Сыри покажете Эйфелевую башню, и уже будет хорошо, понимаете? Мы, может, я ее не видел в жизни, допустим, кто-то тоже. А тут в прямом эфире мы будем это все наблюдать. Это интересно будет. Поэтому, друзья, на воскресенье подготовьтесь и будьте чуть смелее. Ну и просто поговорим, пообщаемся милодушевно. А всем тем, кому не очень зашло, я вам все-таки предлагаю не сильно не горячиться, а просто подключиться, и вы увидите, что все на самом деле будет очень круто и вам понравится. Все, друзья, напоминаю, что здесь есть тайм-коды, поэтому пользуйтесь, они вам в помощь, если вдруг вы не хотите слушать мою болтовню в самом начале. Но, предупреждаю, когда вы ее не слушаете, вы пропускаете самое-самое интересное. Всех именинников и именинниц я поздравляю с днем рождения. Будьте счастливы, пусть у вас все будет замечательно. Искренне от души, тут не просто слово, пусть вот в это замечательно придет все то, что вам необходимо на сегодняшний день и на завтрашний, и на все последующие. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всем желаю приятного просмотра. Прямо сейчас можете ставить палец вверх, лайк, сердечко. И, конечно, подписку оформите, если вы еще не подписаны на этот канал. А все, кто уже это сделал, большое вам спасибо. А теперь врываемся в новости. Погнали. Уже не первый день интернет пестрит слухами о расставании одной из самых ярких пар в Голливуде, Меган Фокс и Колсона Бейкера, Machine Gun Хелли. И кажется, это больше, чем слухи. Значит, она сначала почистила свой инстаграм, убрала все фото с ним, а спустя несколько часов удалила и сам аккаунт. Я не знаю, что это значит, друзья. Может быть, это какой-то очередной прогрев к чему-то, как часто делают звезды. Но она же актриса, она же не певица, что она петь собралась. А может, какой-то фильм, презентация. Я не знаю, друзья, что вы думаете. Но я думаю, что в любом случае мы об этом точно узнаем совсем скоро. Но пока давайте погадаем из серии на кофейной гуще. Григорий Лепс на одном из своих концертов, как обычно, показал свое истинное культурное лицо, где он зачем-то решил пройтись по Максиму Галкину. Ну и послал его там и матом и так далее. Ну, в общем, можете послушать реплику Григория Лепса. Для меня вообще ничего удивительного. Как говорится, если ты быдло, то это уже навсегда. И по-другому никогда не будет. Ну и я купил тебе накладывающий сын. Галкину, что ты нахуй. Неприятный инцидент произошел на одном из благотворительных мероприятий с Холли Берри. Ее пригласили туда в качестве спикера. И когда она поднималась на сцену, чтобы произнести свою речь, Грация ее немного подвела. Она отступилась и упала на ступеньках. Это досадное недоразумение. Холли Берри не стала скрывать. А даже наоборот, знаете, что она сделала? Она выложила видео у себя на странице в Инстаграм. И даже пошутила над собой. К счастью, она не ушиблась сильно. И, конечно, не растерялась. Много улыбалась и сказала следующее. Да, это я. Вам может быть интересно, как я докатилась до этого. Если я увижу это в интернете, мой любимый придет за вами. Ну, понятное дело, что она это пошутила и выложила это в интернет. Молодец. Вот знаете, это настоящий уровень профессионализма, профессионализма, когда, несмотря на какие-то казусы, вот такие неприятные моменты, когда ты падаешь. Ведь мы знаем много историй, когда актрисы и актеры и просто люди. Да я сам падал, понимаете? Я тоже падал, спотыкался. Это всегда неловко. Но самое главное, красиво из этого выйти с улыбкой, пошутить и сразу круто будет. Артем Пивоваров иногда получает много комментариев от хейтеров или просто от людей, что он якобы не умеет, в принципе, сам петь. И его обычно спасает всегда бэк-вокал. Он, конечно, не стал молчать и решил всем ответить следующим образом. На своей странице в TikTok он выложил видео, где поет и демонстрирует, что главный голос все-таки он. И петь он умеет, а бэк-вокал только подпевает и помогает ему это все сделать более насыщенно и красиво. Вообще, для меня, если честно, странно это все, потому что бэк-вокал, во-первых, есть у каждого человека, кто выступает на сцене. Так было, есть и всегда. Ну, это нормально. Ну, если вам, допустим, не нравится артист, тут хоть бэк-вокал, хоть не бэк-вокал, вы все равно будете к нему придираться. Ну, просто не слушайте. А если вам нравится, то какая вам разница? Ну, короче, хейтеры не такие хейтеры. Но Артем Пивоваров решил всем доказать, что он петь умеет. Друзья, вы знаете, я вам признаюсь честно, из своего личного опыта и наблюдений того, что я слышал, то действительно хочется сказать, что некоторые артистам лучше все-таки, чтобы пел бэк-вокалы, а еще и сверху плюсом, понимаете, или фонограмму просто включить. Потому что, к сожалению, далеко не все артисты, которые являются звездами и так далее, не все умеют петь хорошо живьем. Далеко не все. Это мало кому удается. Поэтому ничего страшного. Я бывал на концертах некоторых людей, честно, у меня кровь все шелелась. Это ужас был. Поэтому бэк-вокал реально спасал. Я сейчас не про Артема Пивоварова, я никогда не был на его выступлении. Друзья, пишите, кто бывал на его концертах. Поет хорошо или все-таки бэк-вокал? Мухаммад Расулов, получивший главную награду Берлинского кинофестиваля за фильм «Зла не существует», вышел на свободу. Это режиссер. Его осудили за критику иранского правительства. Его временно выпустили из тюрьмы. Он попал в заключение 8 июля после публикации обращения, призывающего силы безопасности Ирана прекратить применение оружия во время майских протестов, которые были вызваны обрушением здания на юго-западном городе Абадан. 11 февраля он был на время освобожден по состоянию здоровья и теперь находится дома. И вот как говорит его адвокат. Заключение моего клиента под стражу было приостановлено на две недели по состоянию здоровья. Также ранее с тюрьмы после объявления голодовки был освобожден другой иранский режиссер и друг Мухаммада Джафар Панахи. Он был заключен под стражу за участие в митинге в поддержку своего друга. Вот вам, собственно, как это все работает. Для меня это дикость, это ужас, и я этого не понимаю. То есть, свобода в кавычках слова прям бьет ключом. Это ужасно, друзья. Вот честно, если вы живете вдруг в стране, где такое происходит, то понимаете, что это не демократия, это неадекватность, это полнейшая диктатура, где ты не имеешь права ни на что. И мне бы не хотелось, допустим, жить в такой стране, не знаю как кому. Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая, если вдруг кто-то забыл. Ее создал бывший руководитель дизайна в компании Apple сэр Джонатан Джонни Айв вместе с командой Love From. Эмблема будет демонстрироваться на всех официальных мероприятиях, приуроченных к коронации. Ну, эмблема, как говорится, эмблемой, но всех в мире, и особенно в Британии, интересует только один вопрос. Ну, вы знаете какой. Приедет ли на коронацию его младший сын, принц Гаринт? Друзья, делая им ставки, мне кажется, что уже там букмекеры где-то должны на этом зарабатывать деньги и реально принимать ставки. Вот я думаю, что все-таки приедет. Мне кажется, что приедет. Вот я ставлю на то, что будет. А что думаете вы? Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Пол ребенка пока что не держат в тайне. У Блейк Лайвли и ее супруга Райана Рейнольдса уже есть три дочери. Семилетняя Джеймс, шестилетняя Инесса, трехлетняя Бетти. Вот четвертый ребенок. А кто это? Мы узнаем совсем скоро. На своей странице в Инстаграм Блейк поделилась фотографией, на которой она запечатлена без живота. Ну и многие, естественно, предположили, что таким образом она подтвердила слухи о том, что уже родила. На кадре она позирует вместе с мужем и его матерью. И, как видите, живота нет. Так, появилась информация о том, что Юрий Дудь продал свой дом в Новой Москве за 42 миллиона. Также по информации издания МАШ, он продал машину и выписался из отцовской квартиры, которая предположительно принадлежит Минобороны. Вот таким вот образом. Ну и сейчас об этом все пишут, но это, в принципе, неудивительно, с учетом того, что Юрий Дудь понятным причинам в Россию не вернется до тех пор, пока там не сменится власть, как и все остальные иноагенты. А их там с каждым днем все больше и больше. И вот, например, одна, даже не одна, а две Чулпан Хаматова, Лея Хиджакова. Вы знаете, да, что из-за того, что Лея Хиджакову выгнали из театра, это так странно, это так непонятно. И многие опять же пишут комментарии мне. Ой, а что вы удивляетесь, старуха, бабу. А давайте вот так вот. Милые подписчики из России и Белоруссии. А вы приходите ко мне на стрим в воскресенье, да, подключайтесь. И давайте мы поговорим о войне, если хотите. Я хочу от вас услышать, что война это война, а не СВО. Но давайте покажите, насколько у вас демократия, раз вы вот так вот открыто начинаете гнобить Лею Хиджакова. Это я обращаюсь к тем людям, которые пишут. Всем адекватным людям респект. Я знаю, что здесь их большинство, но меня просто удивляют. Многие, которые заходят и начинают, да, давно пора, и вообще, все они позор страны и так далее. Позор страны. Вот это позор. Если Лея Хиджакова, Чулпан Хаматов, Алла Пугачева, или этот список можно продолжать, если это позор, то кто такая тогда Слава, Басков, Киркоров и вся эта шушера, которая там осталась? Вам ничего это не напоминает? Мне кажется, что как раз нормальная культура, реально, либо молчит, либо выезжает. А все остальное, это какая-то непонятная ерунда, которая там осталась. Это мое мнение, друзья. Я его никогда не изменю. Не потому, что они из России, я из Украины. Потому, что это объективно так и есть. В общем, Чулпан Хаматова тоже не стала молчать. По поводу увольнения Леи Хиджаковой, здесь прям не хочется ничего говорить. Если коротко, она сказала, что Лея Хиджакова – это совесть этой страны. И она очень в шоке от того, что происходит. Прямая речь Чулпан Хаматовой в поддержку Леи Хиджаковой. Лею Хиджакову оставили без работы в театре «Современник», в котором она проработала больше 45 лет. Этот театр для меня ассоциируется с Леей Хиджаковой. Лея Хиджакова была причиной, почему я пришла работать в этот театр, почему я любила театр «Современник». Лея Хиджакова – олицетворение театра «Современник». Директор испугался каких-то доносов, каких-то гневных писем и просто убрал из репертуара ее спектакль «Игра в джинн», который – это один из последних спектаклей Галины Борисовны «Волчек», который она поставила на Лею Хиджакову и Валентина Гафта. Я лишена дара речи, потому что Хиджакова – это и есть лучшее, что есть в театре «Современник». И теперь лучшего в этом театре нет. Дорогая Лея, в моей жизни есть это особенное счастье – иметь возможность вам позвонить и поговорить с вами. Я все это уже сказала вам лично, а теперь хочу сказать публично, что как я вас люблю, как я вами горжусь, что вы и есть благородство и достоинство нашей страны, ее совесть. Я бы хотела видеть свою страну, состоящую из людей, таких как вы, которым не все равно, вам никогда не было все равно. Вы были на самых первых концертах, которые мы делали для фонда «Подари жизнь», и вы всегда были рядом, вы всегда были безотказны. И слово «помочь» равняется Леи Хиджакова. Если нужна помощь, значит, все знают, что нужно обращаться к Леечке. Лея, пожалуйста, не обращайте внимания на глупости, которые про вас пишут. Это люди либо деньги за это получают, либо очень глупые. Сохраните себя. Так-так-так, интересная новость появилась. Меган Маркл и принц Гарри, как утверждают СМИ, станут скоро многодетными родителями. Значит, испанское издание Марка пишет о том, что уже завтра, или послезавтра, или, может быть, сегодня, пока я тут записываю ролик. Супруги официально объявят о будущем прибавлении в семье. Они якобы специально ждали наступления Дня всех влюбленных для того, чтобы поделиться с публикой радостной новостью. В этот же день, в 1984 году, о своей второй беременности объявила принцесса Диана. Ничего тогда. Почти не похоже ничего. Последний раз Меган Маркл выходила в свет в начале декабря прошлого года. Для редкого появления на публике она выбрала наряд с драпировкой в области Талии. Ну и, в общем, от этого все начинают сейчас говорить, что она беременна. И об этом совсем скоро, ну, вот 14 февраля расскажут. Кстати, друзья, боже мой, я совсем забыл, что вы будете смотреть этот ролик 14 февраля. Это же День влюбленных. Мне не важно, откуда этот праздник взялся. Это не суть. Самое главное, я вас всех искренне поздравляю с этим праздником. Замечательным. Любовь, это же так супер. И не важно, какая она. Главное, чтобы каждый нашел свою любовь. Не важно в чем. В человеке, в любимом занятии. Просто любовь к жизни. А может быть, лучше все вместе, чтобы было. К своим детям, к природе, к животным. Самое главное, я всех вас поздравляю. Давайте будем любовь нести. И чтобы ее было как можно больше и больше. Ведь потому что реально, любовь, это доброта, эмпатия. Это такие важные качества. И благодаря любви люди сразу меняются. Моментально просто. Даже самый колючий человек от любви становится настолько милым, настолько застенчивым. Вы не представляете. Он просто, любовь, она обезоруживает каждого. И ты просто начинаешь светиться весь. Ты наполняешься такой энергией. И тебе настолько все равно на все, что происходит. Ты не хочешь никакого негатива. Ты хочешь просто любить, кричать об этом. Ну, может, я сейчас от себя это говорю. Поэтому я вас каждого с этим праздником поздравляю. И надеюсь, что у вас любовь, это есть. Может быть, вам кажется, что ее нет. Но она обязательно есть. Вот я, допустим, тоже думал, у меня ее нет. А потом думал, ну в смысле нет. Но столько тысяч человек каждый день приходит, слушает и пишут мне такие приятные слова. Это же тоже любовь. Моя любовь к жизни. Моя любовь к животным. Моя любовь к моему любимому делу. К путешествию. К себе, в конце концов. Как будто не звучало странно. А там подтянутся все остальные. Все будет классно, друзья. Любите. Любите. Все будет классно. Так, в СМИ попали слухи о расставании Надежды Бабкиной с Евгением Гором. Он, по слухам, выразил принципиальную позицию еще несколько месяцев назад и уехал из России. Вообще, как вы поняли, да? Надежда Бабкина, собственно, отрабатывает свои гонорары. А вот, как пишут СМИ, опять же, насколько это правда, я не знаю. Я так понял, уже бывший. Евгений Гор уехал из России. И якобы он не стал привлекать внимание к своему отъезду, чтобы не потерять бизнес, связанный со свечным производством. Бабкина, как видите, уже его не ждет. Недавно появилось фото вот с этим человеком. Не знаю, кто это. Ну, я так понял, она намекает на что-то. Нашла себе нового парня. Ну, неважно. В общем, в семье Надежды Бабкиной произошел разлад. Как и во многих. Вокруг недавнего концерта Николая Носкова разгорелся небольшой скандал. Или большой. Значит, зрители остались вообще недовольны его выступлением. Якобы он исполнил всего пару песен, а потом отказался петь. Он выглядел абсолютно потерянным и не мог понять, где он находится. Известно, что некоторые стали требовать от организаторов концерта свои деньги обратно. А те в ответ сняли с себя всю ответственность за сорванное выступление. Они напомнили, что Николай Носков несколько лет назад перенес тяжелый инсульт, после которого он так до конца и не восстановился. Как утверждается, на состояние певца в день концерта дополнительно сказался тяжелый перелет. Народ недовольны. Ну, а супруга Николая Носкова не стала отвечать на претензии тех, кто остался недоволен. Написала вот, что сейчас все нормально. Я не буду комментировать за него. Это очень нетактично. Сейчас все в порядке. Не волнуйтесь, все хорошо. У нас концерт сегодня в Тюмени. Кстати, вот я хочу вас спросить. А считаете ли вы правильным вот то, что выступает сейчас Николай Носков? Не то, что он выступает. И не потому, что ему 67 лет. Пусть выступает хоть до 100, хоть до 200 лет. Я о другом. О том, что человек после серьезного заболевания, как вы видите, не до конца оправился. И вот такое вот происходит. Как вы вообще к этому относитесь? Нормально ли вам приходить на концерт, в театр, не знаю, где вот сидит ваш любимый артист, который уже такой, как это сказать корректно? Уже не в том состоянии, как был раньше. Там мы все это понимаем. Вам окей? Или вы все-таки придирались? Как вы считаете, друзья? Комментируйте. МВД России объявила Никоглая, блогера, в розыск. Значит, тоже ему там уже заочно, наверное, арестовали. В международный розыск и так далее и тому подобное. Напомню, что Никоглай, он сам из Молдовы. Долгое время он был в России, в Москве. Он стал там очень известным блогером. Не знаю, в какой сфере. Никогда за ним не следил. Но потом произошла какая-то ужасная история. Когда его закрыли, там пытали, издевались и так далее, он еле вырвался. После этого, конечно, он там рассказал, как это все происходило. Тут уже, как говорится, каждый хочет принимать это, не хочет. Но, тем не менее, он не молчал. Также он активно поддерживает Украину. Ну и вот, собственно, теперь его в розыск объявили. И там, наверное, на пожизненно уже заочно и посадили. Фильм «Титаник» после перезапуска снова стал третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав вторую часть «Аватара». Представляете? У меня такое ощущение, что Джеймс Кэмерон конкурирует сам с собой. Потому что только «Титаник 1», «Титаник» вот и новые, а две части «Аватара» и все они в топ-5. Понимаете? Вот это вот Джеймс Кэмерон. Называется, выпускает там раз в 10 лет фильмы. Ну как удачно. Ну классный, молодец он, конечно. А кто, кстати, смотрел перезапуск «Титаника», друзья? Делитесь, я не видел. Ну, одно из главных событий, это, конечно же, появление Рианы на Суперболт. Да? Помните, она должна была выступать впервые за столько лет. Ну и что я могу сказать? Во-первых, Риана красотка, молодец. Я посмотрел это шоу, мне очень понравилось. И я представляю, я-то смотрел это все с телефона, через экран телефона. Это совсем не то. Когда ты находишься там, и это все вот масштабно видишь своими глазами, это вообще другие ощущения. Я могу себе представить, какое удовольствие получили все присутствующие. В общем, Риана красотка, отыграла новый альбом, все у нее прекрасно. Но самый главный момент в этом всем, их несколько. Во-первых, Риана была вот как будто беременна, да? Ну там видно, что животик. И потом, в общем, ее представители, ну из ее команды подтвердили, что такие, да, Риана второй раз беременна. Уже официально Риана в положении второй раз. И это замечательно, мы ее с этим поздравляем. Супер! Красотка, молодец, успешная, добилась всего. А теперь решила, наверное, становиться многодетной мамой. Я уверен, что это не последний ребенок. Точнее, будут еще дети. Она будет рожать еще. Она будет точно многодетной мамой. А что, она уже, смотрите, она состоялась как артистка, как бизнес-вумен. Теперь она хочет быть успешной мамой. Может быть, там реалити-шоу потом будет. Но не будем забегать наперед. В общем, Риана, браво. Шоу понравилось. Кто видел, делите с вами комментарии. Кстати, может кто-то на моем канале был на этом шоу. Друзья, рассказывайте. Вдруг кому-то очень повезло. Ну и второй приятный момент, как я понял, на этом концерте был Бен Афлик с Дженнифер Лопес. И вы не поверите, Бен Афлик был веселый, улыбался. Такое редко увидишь. Видите, Риана даже его заставила улыбнуться. Конечно же, не обошлось и без тех, кто был недоволен. Например, Дональд Трамп назвал выступление Рианы на Супер Боул без каких-либо сомнений худшим за всю историю. Представляете? Пару дней назад он также заявлял, что без своего стилиста она была бы никем и ничем. Так что не знаю, что ему Риана сделала. Как пишут СМИ, вот эта вот такая холодная война между Трампом и Рианой идет уже не первый год. Ранее, когда еще Трамп был президентом США, она не раз критиковала его. В 2017 году она звала его аморальной свиньей из-за ужесточения миграционной политики. В 2019 году Трампу досталась от Рианы из-за его равнодушной реакции на массовые беспорядки в США и так далее. Ну и, собственно, Трамп не стал молчать, сказал, что это худшее в истории выступление. Ну, я так не считаю, что худшее. Мне кажется, вообще не нужно сравнивать, потому что каждый артист по-своему хорош. Понимаете? Ну, как можно сравнивать, образно говоря, шоу Рианы, Бейонсе и Адель? Это же вообще разная музыка, разные жанры. Адель же не будет скакать, как Бейонсе по сцене, правильно? Бейонса берет своим шоу. Каждый по-своему хорош. Зачем сравнивать и проводить параллели? Красотки все и молодцы. Концертный директор Леонида Агутина опровергла информацию о том, что у него есть долги. Значит, информация в СМИ появилась, что он оказался в черном списке налоговой службы в связи с тем, что не выплатил 7 миллионов 872 тысячи. Но его представитель информацию о задолженности не подтвердила. Откуда это все берут в СМИ? Делайте выводы сами, потому что, сами понимаете, если ты не поддерживаешь власть, а уж тем более что-то против говоришь, то тебя либо заставят это сделать, либо тебя вынудят уехать, потому что тебе не дадут ничего делать. Так, интересная новость появилась. Меня прямо она за душу взяла. Без регулярного секса люди становятся глупее. Об этом говорят ученые. Исследователи из США выяснили, что люди, которые практикуют регулярный секс, показывают лучшие результаты в тестах на вербальные и пространственные навыки, ну и так далее и тому подобное. И тут я прям вот не соглашусь с ними, честно. Вообще не соглашусь. То есть, получается, исходя из них, я вообще такой этот тупорылый, да? Получается так, потому что у меня не тоже регулярного, но вы поняли. Не будем вдаваться в подробности. Но, глядя на своих знакомых, которые просто не вылазят со всяких вот этих групповых занятий, вы поняли, да, о чем я? Слушайте, я даже когда-то вот прям в лицо говорю, а вы вообще считаете себя умными людьми? Они говорят, нет. Так улыбаются, но они понимают все про себя, потому что там запрещенка. Единственная цель в жизни это пойти куда-то присунуть еще раз. И что вы хотите сказать, что они умнее меня? Ну это бред какой-то. Приченые из США какую-то ерунду говорят. Может, они как-то не так это все трактовали, но мне кажется, нет. Причем тут ум и секс? То, что это как-то тебя может быть делать здоровым, да? То, что ты чувствуешь себя намного приятнее, да. Но при чем тут ум вообще? Многие вообще занимаются сексом, не думая. А вот, собственно, еще одна интересная история. Это из серии. То, что я сегодня рассказывал в приветстве, да, во вступлении. Вот вам, пожалуйста, 19-летний итальянец официально женился на 76-летней миллиардерши. Ну, естественно, он сказал, что никаких корыстных целей он не преследует. Это просто настоящая любовь. Естественно, мы ему, конечно, верим. Я очень рад за женщину в 76 лет. Но, опять же, в 76 лет ей ему 19. Но, не знаю, мне это не очень. Как-то странно это все выглядит. Я прекрасно понимаю, что там все по любви, в кавычках. Ну, не мое дело. Просто, к слову, о том, что я сегодня в самом начале говорил. Ну, а за женщину порадуемся, конечно. Кстати, по поводу Ларисы Гузеевой. Помните, я недавно говорил о том, что... Мне сказали информацию о том, что Гузееву заметили в МВД Израиля. И, собственно, мне объяснили и дали понять, что она пришла туда с документами разбираться. И там стали писать. Боже, ей это не нужно. И вообще в МВД этим не занимаются. И вот мне опять подтвердили и сказали, что на самом-то деле как раз-то занимается. И они действительно подают документы на то, чтобы получить гражданство Израиля. Но не через Гузееву, а через ее мужа. Потому что именно у ее мужа есть корни. Ну, там, неважно, по какому колену или через какое. Это уже не имеет значения. То есть, еврейские корни есть. И, собственно, через мужа вот они будут получать. Кто-то даже написал, что у них уже есть этот паспорт гражданства Израиля с 2013 года. Но это неправда. Оно у них только будет. Поэтому, собственно, друзья, это правдивая информация. Это никакие не сказки. Кузеева поехала в Израиль с мужем. Не отдыхайте, наслаждаться землей. Да? Священной, как она сказала. И солнышком. Она туда поехала решать вопросы с гражданством. В Индии предложили переименовать день святого Валентина в день обнимания коров. Из-за этого в интернете появилось множество мемов на эту тему. А в эфире ведущего англоязычного канала Индии попытались показать, как можно обнять корову. Ну, у них там коровы освященные животные. Священные, да? Насколько я знаю. Поэтому пусть будет. Детский омбудсмен Татарстана назвал Басту, певицу Максим, Егора Крида, пособниками сатанизма. И собрался писать жалобу в компетентные органы. По его мнению, наставники шоу «Голос дети» на Первом канале сомнительной сексуальной ориентацией и вокальных данных с жуткими наколками. Мужчины с накрашенными ногтями уж точно не совсем не детский репертуар. Бразилия юрист, выступающий за свободное ношение оружия. Знаете, от чего погиб? От случайного выстрела из собственного оружия. Вот вам, друзья, как на это все реагировать. Называется «За что боролся? От того же сам и ушел в мир иной». И я не радуюсь ни в коем случае. Это просто ужасно, сама история. Я против этого. Против вообще. Я вообще против оружия. И вот, кстати, еще буквально пару слов про Лео Хиджакову. Там же многие стали писать. Я говорил, что и Собчак тоже там заступилась. А вот певица Слава, она там послала всех какую-то непонятную ерунду, записала. Простите, по-другому не скажу. Певица Слава — это типичная алкашка-бычка. По-другому не скажешь. Ну, это такое. Вот это ее манера общения. Я такое вообще не понимаю. Ну, да ладно. Короче, она там начала на Собчак наезжать. Ну, вы же знаете, Собчак, она же за словом в карман не полезет. Она после всех этих публичных оскорблений от Славы позвала ее на интервью в стиле Оскара Кучера и сказала, может, ты придешь ко мне в лицо, все скажешь. Приходи, поговорим с тобой. Это было бы очень интересно, только я прекрасно понимаю, что Слава не пойдет. Столько алкоголя выпито. Куда ей тихо, Собчак? Это уже... Вот вам разница, да? Две пьющие женщины. Волочкова и Слава. Вот Волочкова не вызывает такого. Да, она там уже, как говорится, пошла не по той степи. Это ужасно. Но контраст, да, между одной и другой. Та какая-то вся быковата, какая-то вся агрессивная. Такая прям неадекватная, я бы сказал бы. Прям вот это вот, я не знаю, что с ней происходит. И вторая Волочкова просто, ну, фрик, веселит народ и все. Ну, такая безобидная. Но я категорически против любого алкоголизма. Не важно, как он там проявляется по итогу. Комментируйте, друзья. Илон Маск уволил главного инженера Твиттер за честное мнение. Значит, он устроил совещание с компанией, чтобы разобраться, почему упала популярность его твитов при более чем 100 миллионах подписчиков. Сотрудники выяснили, что по рассмотру ему не занижают. Тогда главный инженер предположил, что проблема в том, что сам Маск уже не такой интересный. В доказательство он показал данные по количеству поисковых запросов про самого Илона Маска в Google, но ему это не понравилось. И он сказал, вы свободны, вы самое слабое звено, прощайте. Это вот как в жизни. И я верю в это. Вот меня иногда спрашивают такие вопросы провокационные. Ну, я думаю, зачем вы это спрашиваете? Я всегда задаю встречный вопрос. А ты что хочешь слышать от меня? Ты хочешь слышать правду, которая тебе не понравится? Или ты хочешь слышать что-то другое? Ты просто мне сразу объясни, потому что я, допустим, не умею вот это лебезить, сочинять, придумывать. Я понимаю, что даже какую-то не очень приятную информацию, но ее можно подать как-то более спокойно. Может быть, человек как-то задумается. Но вообще стараюсь на такие вопросы не отвечать. Я просто говорю, что вопрос провокации, отстаньте от меня. И вот тоже, да, спросил, почему? Тебе сказали честно. Ну, по факту, да. Сейчас как бы не до тебя, Илон Маск, с твоими Теслами, со всем остальным. Есть более важные проблемы. И у людей столько горя сейчас происходит. А его, видите, это задело, обидело. Он быстренько уволил. Так это все и происходит. Скажите ваше честное мнение, и мы его сразу иноагентом закопаем, уволим. Вот так это все работает. Откуда мы делаем вывод? Я уже его давно сделал. Что за честность? Ты всегда будешь огребать. Всегда. Нужно просто, как это говорят, принимать правила, какие бы они ни были ужасны, и просто подпевать. И не пытаться вот это идти против течения, против всех, со своей честностью там нигде не размахивать. А то потом огребешь по полной программе. Я это уже сам тоже неоднократно проходил. Но я не могу по-другому, честно. Один из космических телескопов НАСА обнаружил в звездной системе уже вторую планету размером с Землю, на которой потенциально может быть вода и даже, возможно, жизнь. Это уникальное событие, поскольку большинство исследовательных звездных систем вообще не имеют даже потенциально подходящих под земные стандарты планет. И вот тут, друзья, думайте сами, что нас ждет. Скоро будем перемещаться на другую планету или что? Или они там хотят переехать? Ладно. На этом новости из мира шоу-бизнеса не только все. Но у нас с вами, как всегда, есть замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. И сегодня обязательно она будет. Но перед тем, как мы к ней перейдем, не забудьте, пожалуйста, убедиться, что вы поставили палец вверх, лайк, сердечко. Это все одно и то же. Как вам больше нравится, так и реагируется. И что вы, конечно, подписались на этот канал. Большое спасибо каждому из вас за вашу поддержку в виде просмотров, лайков, подписки на спонсорство. За все вам большое спасибо каждому. Вы наимоверни. Я вам не устану это повторять. От души, честно. Ну а теперь врываемся в рубрику Добрый. А это история про тигра, который в душе по характеру такой же, как и я. Когда мне часто спрашивают, почему ты себя не показываешь? И вот, как вы знаете, много где выставляют фотоловушки, чтобы следить за нашими братьями меньшими. А вот этот тигр, как я, ну не любит он, чтобы его снимали. Уже три ловушки он взял и уничтожил. Понимаете, вот такой вот он, вандал. Ходит и уничтожает ловушки. Называется, а нечего за мной следить. Но, по крайней мере, какие-то хоть кадры удается заснять. В общем, тигр, который в душе, как я. Радостная новость. У белой медведицы родились два медвежонка. Эти прекрасные малыши появились на свет еще 16 декабря. Но об этом стало известно только недавно. Белые малыши постоянно находятся с мамой в своем логове. Их специально не беспокоит, чтобы она не нервничала. В общем, мама со своими детенышами. Это всегда такая милая и прекрасная. Новая жизнь. Это чудо. Еще одна замечательная история про маленького львенка, который угодил в неприятность. Он упал в яму, но выбраться самостоятельно не смог. И тут он стал кричать, чтобы ему помогли. Но на помощь уже не люди приходили, а пришла мама. Пришла его родная мамуля, которая забрала это свое чудо и вытащила оттуда. Вот так вот мамы все время рядом. Они всегда спасут и поддержат. Правда? А это история про еще одну невероятную дружбу. Называется «Много нежности не бывает». Кошка и пони тоже привязались к друг другу. С самого детства росли вместе. И вот вам, пожалуйста, к чему это привело. Дружба навсегда. А на этом видео вы можете увидеть, как проходит процесс кормежки слонят в заповеднике. Там осиротевших и брошенных детенышей готовят к жизни на воле. Когда слонята вырастут, часть из них присоединится к уже существующему дикому стаду. А кто-то объединится в новое семейство. Но самое главное, что люди невероятные. Понимаете, это же слоники, это же уже даже не котики. Тут сложнее все. Но тем не менее, я рад, что есть такие организации, которые продолжают заниматься, пытаются сохранить популяцию исчезающих видов животных, рыб, млекопитающих, неважно, всех-всех-всех, которые занимаются спасением нашей планеты. Ну и напоследок вам, чтобы вы еще улыбнулись, немного юмора, милоты. Такое фото дня, вся жизнь перед глазами. Посмотрите на эту лошадь, которая кушала яблочко, но упала. Но кадры, вот знаете, вот такие кадры, они самые замечательные. Это круто. На этой прекрасной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Надеюсь, что он вам понравился. Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому из вас за то, что вы есть. Я надеюсь, что вы рады приходить ко мне и заряжаться небольшой такой порцией позитива, который как минимум хотя бы обеспечит вам спокойную тихую ночь, чтобы вы могли уснуть крепко, проснуться с хорошей силой, с хорошим настроением, энергией и дальше прекрасно, счастливо шагать по нашей замечательной жизни. Всех обнял, берегите себя. Мирного неба над головой. Пока-пока.